Я хочу сказать, что я говорю. Я хочу сказать спасибо всем, кто сегодня пришел сюда, просил, отложил свои дела. Спасибо за то, что поддержали в данном случае и меня лично, и тех людей, которые обеспокоены проблемой. Хотелось бы пару слов сказать. Я еще ни разу не комментировал произошедшее. Это, наверное, первый раз. Я не склонен напрямую пока еще связывать с чем-то конкретным произошедшее, но тем не менее по ряду событий, конечно, хочется есть и такого рода предположения в том числе. Я вчера в встрече с коллегами говорил, есть одна проблема, которая может стать хуже, чем проблема продажи недвижимости для меня. Это когда само общество начинает активно бороться друг с другом по какому-то вопросу определенному. Я бы не хотел, чтобы мы даже по этому вопросу превратили это в правилостояние, превратили это в какой-то сугубо этнический вот такие распри. Или превращали бы политические события, превращали бы, придавали бы им однозначный окрас и обвиняли бы, предположим, кого-то, кого не стоило бы обвинять. Но все это не отменяет саму проблему. На протяжении 80 лет, вы знаете, 8-10 лет уже с момента нашего признания идет активно какими-то силами, какими-то группами, лоббируется вопрос продажи недвижимости иностранца. Должен сказать, что я сам активный противник этого вопроса по многим причинам, которые я уже озвучивал и на экране телевидения, и в связи с демографической ситуацией, в связи с тем, что у нас система ответственности в государстве практически, она вот такая очень шаткая, не устоявшаяся. У нас куча проблем, и самая большая, это не плохие законы, а плохое его исполнение во все времена. Не только сегодня, но и вчера, и позавчера всегда так было. Что касается самого вопроса. Есть люди, которые активно поддерживают этот вопрос, это их мнение. Есть люди с аналогичной точки зрения, как у меня, активно против, потому что ряд политических рисков и ряд демографических рисков явственно прослеживаются. И в данном случае, понимая, что есть разные формы решения этого вопроса, мы, этот документ не только мой, он принадлежит той группе лиц, депутатов, которые в том числе за него стояли, в том числе вместе с которыми мы обсуждали, вместе с которыми мы писали. И хочу заметить, что по этому вопросу, как никогда, люди, которые воспринимаются активными сторонниками власти, люди, которые воспринимаются активными сторонниками оппозиции, они объединились, вы могли это наблюдать в отстаивании этого вопроса, потому что вопрос не внутриполитический, он скорее крупногосударственный. Именно понимая отчаяние, не пытаясь отвергать мнение оппонирующей стороны, именно поэтому мы предлагали форму этого документа. В нем не говорится, что недвижимость не нужно никогда продавать, и в нем не говорится, что неправильно это делать, в нем говорится, что в нашем государстве отсутствует огромное количество законов, без которых это невозможно сделать правильно. у нас нет жилищного кодекса, без которого я не знаю, как продавать недвижимость, у нас нет градостроительного кодекса, у нас некорректно проведена, вы знаете, перепись населения, где цифры там на перекосяк откройте, посмотрите, там не поддается счету, одно с другим не складывается. У нас не проведена инвентаризация жилого фонда, вы знаете, что творится с этим жилым фондом, вроде квартировалом, но при этом они не считаны, кому они принадлежат, на какой основе, сколько их штук, никто ничего не знает. У нас нет генеральных планов районов и городов, и сел, где никто не знает, где границы участков, сколько улиц, где должно быть, как будет завтра. Генеральным планом даже города Сухум уже порядка, там все послевоенное время обсуждается, но в силу обстоятельств никак не может решиться. И в этих условиях мы пытаемся взять и кардинально решить вопрос. Мы похожи на людей, которые имеют дом, не знают, сколько в нем квартир, не знают, кто там живет, сколько человек, сколько там квадратных метров, пакета документов на руках нет, есть какая-то бумажка, и в этот момент мы пытаемся продать этот дом, не понимая, что в нем внутри есть. Просто пытаемся разрешить кому-то зачем-то что-то покупать. Мы предложили форму ввести мораторий на продажу недвижимости не на 20, не на 30, а до момента, пока все эти вещи не будут проделаны. И когда эти законы будут приняты, работы будут проделаны, можно будет сесть и уже имея на руках эти законы, имея на руках первичные данные, зная, сколько нас, сколько здесь жилья, в каких зонах можно строить, в каких зонах нельзя строить. Вот такие люди, которые сторонники продажи недвижимости, вот на том этапе, когда все эти дела будут проделаны, тогда уже мы сядем и можем говорить о том, почему я по политическим мотивам против, почему там по другим мотивам против. Но что однозначно делать сегодня это в таком виде, в таком состоянии, это просто катастрофа для всех, для нас. И кто этого не понимает, скорее всего, он либо, я не знаю, либо не хочет понимать, либо сознательно делает. Не хочу ни для чего никого обвинять, поэтому в данном случае вы видите, как характер событий развернулся. Я уже в ряду из версий могу предполагать, что это могут быть какие-то люди, которые пытаются строить провокации, которые, может, не имеют, скорее всего, отношения ни к той стороне оппонирующей, ни к этой. Кто-то может просто пользоваться ситуацией, но однозначно уже понятно, что это может быть и опасно физически тоже. Поэтому чем раньше вопрос этот разрешится, я думаю, тем быстрее, тем быстрее минует эта опасность в том числе. Я в данном случае поддерживаю инициативу и своих коллег-депутатов. И здесь интеллигенция написала письмо. И склонен был бы просить парламент, может быть, даже прямо сегодня, собраться, экстренное заседание сделать несложно. По одному вопросу. Не против продажи недвижимости и жилья, а в поддержку этого моратория. Потому что, когда мы говорим, что мы против, некий антагонизм мы между собой здесь со своими же соплеменниками устраиваем. В данном случае я лично не против их видения. Я за мораторию. Огромное количество наших коллег, вы знаете, депутатов парламента, которые тоже поддерживают такую форму. И в данном случае, если мы, не знаю, если есть форма, коллеги тоже депутаты многие, если есть, можно обратиться к руководству парламента с просьбой. Инициатива не только моя личная, поэтому обратиться от этих групп, этих депутатов, от вашего имени, чтобы они, может быть, прямо сегодня, это несложно, назначить сессию в любые критические моменты, они назначают сессию. И окончательно разрешить этот вопрос, я был бы крайне благодарен руководству, и крайне благодарен руководству самого парламента. А иначе, я думаю, что ситуация растягивания ситуации вредит и самой ситуации, и нам самим, и в конечном итоге это просто опасно для всех, для нас, и в том числе, не только для меня, для остальных депутатов в том числе. Потому что они не менее принципиально отстаивают эти вопросы, вы их видели. Единственная форма поддержки, которую мне нужно, нам всем нужно поддерживать и с этим вопросом. Вопрос терактов, это вопрос милиции, полиции. Завтра они их найдут и скажут, кто это был. Я в данном случае прошу, чтобы мы здесь, не расходясь, может быть, приняли какое-то обращение или документ, или думают, что ходить туда неправильно, к парламенту, чтобы не воспринималось это давлением. Но группа элиц, несколько человек, плюс депутаты, несколько человек могли бы пойти и обратиться, попросить их сегодня, сейчас собрать депутатов и попробовать проголосовать по этому вопросу. В конечном итоге, но даже если парламентария скажет, нет, даже это решение. Конфликт, вот всю минуту, но он закончится. То есть мы будем знать мнение парламентария, дальше можно будет что-то опять садиться, попытаться найти другой выход, но мне кажется, тут другого выхода просто нет. Разрешить в нынешних, я не говорю, можно или нельзя, я говорю, в нынешних условиях разрешить продажу недвижимости, это, в моем понимании, загубить страну напрочь. Через год поздно будешь что-то исправлять, через день после принятого решения поздно будешь что-то исправлять. остановиться, попробовать поговорить, попробовать сделать это правильно, можно и сейчас. Сейчас и только сейчас. Завтра это будет никому не нужно, потому что это необратимые процессы, которые мы завтра уже никуда не вернем. в этой связи прошу всех, кто есть, не знаю, всех, кто поддерживает, максимально цивилизованном порядке, максимально без агрессии попытаться обратиться к руководству, чтобы прямо сейчас, прямо здесь, прямо сегодня они попробовали бы, или может быть, я не знаю, попробовали бы собрать депутатов и поставить перед ними этот вопрос. Не о продаже недвижимости, а введение моратория. На какое-то время, пока не будут проделаны все эти оперативные мероприятия, не будут законы. Все это в наших руках. Парламент пусть занимается законами и кодексами, исполнительным власть пусть занимается инвентаризацией, пусть исполнительным власть поставят задачи в течение такого-то времени провести эту работу, и это несложно. Это поможет нам выйти из конфликта и через год, через два, через три, и сесть, уже детально о чем-то разговаривать. Прямо сейчас, в таком виде, я категорически против, если в данном случае нас здесь никто не услышит, то, конечно, я буду активен. Конечно, я попытаюсь не дать это сделать, потому что я считаю, что это одна из самых больших угроз сегодня. Конечно, я буду сверхактивен. Конечно, будут конфликты. И учитывая эту ситуацию, я и все мы просим пойти к нам навстречу и разрешить вопрос сегодня. Еще раз спасибо большое всем, кто пришел. Огромное вам спасибо. И правда, крайне важно, чтобы то, что ты делаешь, кому-то было нужно. Если это никому не нужно, то, в принципе, делать и не нужно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ГОЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ОПЛОДИСМЕНТЫ